Что в жизни не так все течет плавно, иногда бывают обострения всевозможных процессов в атмосфере, в океане, не дай Бог на солнце, правильно? Или не дай Бог земле. С другой стороны, что такое обострение в данном научном смысле? Понимается, как резкое увеличение переменной величины, например, разности потенциалов при молнии, до бесконечно большой величины. То есть копятся-копятся заряды в разных слоях атмосферы, а потом осуществляется разряд. И этот разряд дает шнур молнии, который мы пытаемся с вами описать. В предыдущих задачах горение, это тоже обострение. Это тоже обострение, потому что вы видели в природе, возникнувший огонь, он распространяется с неимоверно большой скоростью. Видели такое? Можно спросить? Да. Ну, по некоторым данным, этот самый разряд молнии, он как бы высокочастотный, что заряды ходят от земли к облакам и обратно с какой-то такой частотой в какой-то период времени. А вот из этих же уравнений будет какое-то решение, которое просто вниз стекает и все. Ну, да. Что выбрать за направление тока? Важно. Вот. Вы знаете, если бы были частотопеременные молнии, да, то они бы фиксировались в современной видеоаппаратуре. Ну, так они же и фиксируются. Нет. Фиксируются шнур молнии и боковые ответвления, и молния распадается. Ну, если я не прав в этом случае, значит, что нужно сделать? Взять такого рода модель, например, вот эту, и добавить ее некоторыми слагаемыми, некоторыми новыми принципами, чтобы объяснить высокочастотную вот эту вот характеристику. высокочастотную. Ну, и дальше, поэтому наука в этом плане, она бесконечно большая. То есть, ученые, можно посчитать, что всегда будут зарабатывать деньги, то есть, если им, конечно, будут платить за это. Вот. Потому что, решив проблему с молнией, мы увидим, мы должны применить эту идею в токамахах, в устройствах, в которых поддерживается газовый разряд и идут термоядерные реакции. Итак, молния. На этом слайде описывается… О, нет. Что такое? Крестик. Ф5? Нет, крестик. Крестик, крестик, закройте. Вон, в уголке крестик. Бестолковый, крестик. Нет. Спасибо. Итак, Наша задача – получить сечение молнии. Очень сложная задача. Никто ее не получал до сих пор. Оказывается, она имеет сложную структуру. Но анизотропия возникает в силу двух процессов. Запишите. Анизотропия возникает в силу двух процессов. Первое – непосредственно сам разряд и возникновение тока в перпендикулярном к земле направлению или к объекту, который мы описываем. Движение в поверхностном слое – шнура молнии. Движение в поверхность шнура молнии. В результате возникают выделенные направления движения зарядов, которые описываются первыми слагаемыми. Первыми слагаемыми в правой части вот этих вот уравнений. Что такое гамма? Это электропроводность. Здесь две электропроводности. Ну-ка, давайте вспомним, что такое электропроводность в законе Ома. Что связывает электропроводность? Есть электрический ток, есть градиент потенциала, стоит знак минус и гамма. Так вот, эта гамма – это электропроводность. Чему она числена равна? Она равна количественным отношениям, равна зарядам, протекающим через единицу поверхности в единицу времени при единичном градиенте электрического потенциала. Это гамма. Когда мы здесь записываем гамма-1, гамма-2, то мы предполагаем, что существуют выделенные направления, в которых электропроводности различны. Ну, вы представляете, такой интенсивный процесс, как развитие во времени молнии. И, естественно, молния, как она движется? Она в каком-то выбранном направлении движется. Например, от облака к земле. Точно так же, как в самом слое, там тоже есть выделенные направления. Положительная обратная связь характеризуется. Здесь переменной является φ – разность потенциала. Здесь φ1 и φ2. С увеличением φ1 скорость изменения φ1 увеличивается. Это положительная обратная связь. Отрицательная связь зарыта вот знаком минус вот здесь. Видите, вот здесь вот минус. А здесь снова положительная обратная связь. По второй координате тоже самое. То есть две электропроводности – положительная обратная связь. Отрицательная обратная связь. И мы имеем систему двух уравнений. Это значит, что мы имеем на плоскости xy. Но если… Давайте вопрос я вам задам. Если имеется трехмерная задача по координате z, то какого еще уравнения не хватает? По этой координате φ3. φ1, φ2 и φ3. Это будет… А что это за… Это φx, φy, φz или… Да. Да. Это типа φx, φy, φz. Не очень удачно здесь записано φ1, φ2. Но почему мы не можем писать? Во-первых, компьютеров не хватит для расчета. Во-вторых, очень сложно получить решение этой задачи вычислительным методом. Но, тем не менее, в плоскости почему бы нет? Молния произошла. Разряд. Рихтер, сидя на крыше, увидел в сечении вот этот шнур молнии. Смотрите. Вот эта вот структура шнура молнии. Говорят, что она имеет фрактальную… Шнур молнии имеет фрактальную структуру. Это значит, что он состоит из островков, которые как-то динамически двигаются, токовые ячейки, вот в этой плоскости. Четыре по краям. Четыре по краям – это значит, что есть облако, пространство вокруг шнура молнии. Здесь есть вода, есть кристаллики льда и наводятся сторонние, говорят, заряды. В электродинамике они называются сторонние заряды. Но вот если внимательно посмотреть, для тех, кто занимается наукой, я бы сказал, что на самом деле эта задача поставлена некорректно. В чем ее некорректность? Мы работаем в квадрате. А что будет со сторонними зарядами, вопрос, если мы перейдем в полярную систему координат? Ведь здесь в квадрате выделены четыре направления, согласны? А в полярной системе может не возникнуть. Не исключено, что здесь как раз шнур молнии на каком-то расстоянии провоцирует вот образование сторонних зарядов для такой картинки по плоскостям. Мы пробовали увеличивать сечение молнии. Однако, поскольку фрактальная природа, отрывались лоскутки, ячейки с этой молнии, уходили вправо, и мы получали снова подобную структуру. То есть мы не могли здесь ее увеличивать. Это явление известно. Это фрактал. Фрактал вам шут читал фракталы? Нет. Не читал. Вот если мы посмотрим на берег Норвегии, глазами не потребителей хорошей рыбы, которую кормят непонятно чем, а посмотрим на структуру берегов Норвегии, мы увидим очень сильную извилистость. Например, возьмем квадратный километр. Километр на километр. Теперь я уменьшу. Возьму 100 метров на 100 метров. И если я снова посмотрю на эту картину, то картина будет подобна первой. Если я еще уменьшу, то третья картина будет подобна первым двум. И так далее. То есть возникает самоподобие. Или говорят о фрактальной структуре вот этих отношений. Фрактальная структура может быть вычислена. Понятно, что нужно, если мы имеем условия устойчивости, то скажите, какие мы должны условия устойчивости для молнии брать или неустойчивости. Вот в торнадо, там совершенно ясно, торнадо существует несколько часов. И может за несколько часов пройти 500 километров, к примеру. Это устойчивое образование. Да. Молния является неустойчивым образованием. Поэтому для молнии мы должны так подбирать константы этих уравнений, чтобы у нас вот это выражение было меньше нуля. Не будем даваться природу выражения. Важно, что есть условия устойчивости и нет условия устойчивости. Хорошо оно, когда есть. Для студентов условия устойчивости какое? Достаточное количество денег для того, чтобы он нормально обучался. О неустойчивости. Уже все, конец рабочего дня, мы все устали. Я пытаюсь как-то пошутить, но это неудачно. Неудачно. Молодцы. Вот теперь смотрите. Я нашел в интернете вот здесь разряд молнии. Видите вот этот разряд? Вот. А вот это что такое? А это как раз те структуры, которые были. Это капельки жидкости, льда, которые при сильном ветре сносят вправо. Но мы таких нет. Вот эта картинка, если еще раз включить. Это запускали ракету с медным шнуром в небо, в грозу. И он туда ударял облако. Ну, естественно, сразу же этот медный шнур вскипал. И вы правильно говорите, только это капли не воды, а капли расплавленного металла. Вот это, да? Да. По нему дальше. Ну, значит, я не прав. Молодец. Где-то читал? Да, конечно. Расплавленного металла. А ракету запускали. Да это труба фабричная заводская. Не могли тут ракету запускать. Нет. Я находил этот снимок где-то. Я вам верю, вы правы, и я правы. Вот. А кто нам не верит, тот посмотрит. Пусть интернет найдет и не расскажет. Ну, давайте примем первую гипотезу молодого человека. Как зовут молодого человека? Понятно. Артур. Артур. Удалов. Да, понятно. И Геннадия Павловича. То есть, вот это ветром сносится. Ведь очень сильный ветер в грозу. Ну, как объяснить, что они вот сюда ушли? Ну, хорошо стекают, но они должны во всем объеме равномерно стекать. А они стекают в одной стороне, на чьих чем-то относят. А не может ли это? Не знаю, не знаю. Моя задача вам рассказать. Если это будет интересно, то можете в будущем начать решать такие задачи. Пройдет 30 лет и может что-то решите. Теперь, значит, нас интересовали боковые ответвления. Вот смотрите. То, что я показывал выше, это в первый момент времени вот эта картинка. А вот это во второй момент времени. Видите, шнур сам распался. Остались лоскутки токовые. А вот это все уходит вот сюда в сторону. Это значит, что шнур исчезает, но появляются боковые ответвления, в которых, которыми и заканчивается молния. Мы попробовали найти условия устойчивости электрического разряда. И исследовали влияние шнура молнии. Исчисленных расчетов же можно получить в относительных единицах толщину шнура молнии? Можно. Изменяли приручение константу С1. С1 – это константа, которая идет в уравнениях урамота Цузуки. Видите, вот С1. Вот это. С1. И что получилось? Здесь точки лежат вот на этой прямой, а здесь вот на этой. Если это соответствует устойчивым состояниям, как торнадо, как синергетическая картинка шнура, шкуры – это какое животное? На ящике чем-то. Какого шуба такая есть? Леопарда. Леопарда, да? Устойчивая структура. Возникнув где-то в детстве, вот эта структура потом сохраняется много лет. И я ее специально взял, прорисовал. Вот здесь вот, что это устойчивое образование. А вот это не устойчивое. А вот это переломное. Здесь, в этой точке, происходит фазовый переход. Это как точка, в которой зажигается лазер. По одну сторону, по другую сторону. И что получается? Если мы нашли условия устойчивости, вот такие. То есть, это большой диаметр шнура. Сколько здесь? 160 относительно единицы. 160. А вот это 20. Это значит устойчивый. Вообще, разряд молнии, вы знаете или не знаете, примерно считается от двух сантиметров до тридцати сантиметров. Тридцать сантиметров. Представляете, что Рихтеру было страшно. Я говорю про Рихтера. Вы знаете кто такой? Да. Ну это не композитор Рихтера. А соподвижник Ломоносова, который бегал по крыше и пытался понять, в чем суть этих всех молний. Ну известный случай. Несчастный человек. Так вот, если условия устойчивости. Зачем это нужно? Ну понятно, что молнию... Когда я был маленький, помню мне было пять лет, у меня был велосипед, у него были вечно поломанные колеса, я уходил где-то за несколько километров от села. Но однажды меня, я помню, застала гроза. А я знал, что нельзя во время грозы ходить по полю. Нельзя. Знаете про это, да? Я лег и смотрел что-то там творится на небе. Я увидел, вероятно, вот такую картину. Сплошности, разрывы, молнии, дождь сверкает, это все. Но нас это интересует в другом плане. Можно ли эти условия устойчивости сегодня привязать к получению устойчивого разряда докамаки? Кто-то мне говорил, сколько в настоящее время миллисекунд длительность всплесков, значит, повышения температуры докамаки. Там идут термоядерные реакции. Ну, миллисекунд. Устойчивой реакции получить не могут. Поэтому устойчивое выделение энергии тоже не могут получить. А так бы из воды, литра воды сделали энергию, которой бы хватило для отопления целого города. То есть не могут удержать плазму эту. И вот такого рода исследования они как раз необходимы. Понятно, что это не может быть основано на традициях какой-то научной школы. Это несколько школ, и экспериментальных, и теоретики, которые вот имеют. А вот докамак тоже, но это в форме цилиндра. Там тоже предлагаются получить устойчивые газовые отряды. Ну, а поскольку мы занимались термодинамикой, то вот я вам предлагаю посмотреть следующий слайд. Вот это Сигма-Е. Что такое Сигма-Е? Сигма-Е. Производство энтропии. Слева вот этот ряд идет. Производство энтропии в последующие моменты времени. Это в первый момент времени, это во второй, это в третий. Видите, возникают странные такие фигуры. Пространство раскалывается как бы от такого удара. Это обратимые потоки энтропии через границы. А здесь ДС по ДТ. Ну, к сожалению, здесь не видно области, в которых, чтобы была самоорганизация ДС по ДТ, какое значение должно иметь. Она должна быть меньше нуля. То есть там, где идет самоорганизация, там это величина меньше нуля. А там, где это больше ДС по ДТ, опоздала и разговаривает, мешает. Тут же молчу. Я не вам, я не вам, не вам, не вам, не вам. Я бы сомневался. Она не реагирует больше. Нет. Ничего, ничего. Это я так. Чтобы ответь всех от этих производств энтропии. Нормальному человеку производство энтропии не обязательно знать, что это такое. Но я повторяю, что физик, он, наверное, должен знать. Чем просто энтропия отличается от энтропии Калмогорова, если он физик. Производство энтропии, обратимые потоки энтропии. Я уже приводил пример, как художник. Я писал тогда картины, то я использовал три-четыре краски. Но что я создал? Очень мало оттенков. Например, мне нельзя было писать, значит, море сбушевавшееся. У меня слишком мала палитра была цветов. Ну, а если взять три основных цвета, то можно написать. Да. Вот, палитра. Так и физик. Если он не знает несколько энтропий, то он не физик. Он настоящий гуманитарий. Ему пора идти сочинять стихи. Это я так любя говорю. Так, следующая тема. Еще раз. Торнадо, чтобы от нее оставалось. На годной лекции я давал, конечно. Торнадо. Могучее создание. Как образуется торнадо? Можете записать. Сейчас мы более подробно, чтобы у вас осталось это в памяти. Не только математика. Вот, есть движение теплой и холодной массы. Холодная опускается вниз. Теплая поднимается вверх. Где-то там они встречаются на высоте 500 метров, километр, два, три. И, естественно, поскольку есть продольный еще ветер, то они закручиваются. Образуется кольцо. И вот, если очень сильна положительная обратная связь, то будет что? Вот в радиотехнике, подумайте, положительная обратная связь ярко выраженная. К чему это приводит? К усилению сигнала. К усилению. И вот, если положительная обратная связь, то эта закрутка увеличивается. Отрицательная обратная связь пытается подавить эту закрутку. То есть, имеет место конкуренция двух процессов. Которые развивают процесс и которые его нивелируют, уменьшают до нуля. Кто из них победил? 47 торнатов за один день. В долине торнатов шаг возникло. 47. И все они по этой долине шуровали с севера на юг или с юга на север. Поправите меня. Затем развивается этот процесс и начинает опускаться холод. То есть, это все закручивается. Ну, это вот самое начало заражения. Вот это, то что я здесь на фотографии, это называется каскад. Видите вот тут? Что-то выливается из этого торнадо. Атмосфера какая-то. Здесь закручивается. И торнадо опускается на землю. В этом каскаде как раз начинают носиться трайлеры, автобусы, машины, мычащие коровы, ободранные наполовину курицы. Мы уже говорили. Деревья. Что? Деревья. Деревья. Кто-то показывал снимок, а много снимков там надо. Двухэтажный дом. Автобус поднял и телеставил на другую сторону. Представляете, какая сидящая. А почему изменяется цвет? Где? Ну, почему она не прозрачная? Почему ведется это? Да. Объясняет это следующее. Что влажный воздух опускается, когда на зиму, из облака, то образуются капельки воды. То есть конденсация происходит. Ну, вот почему на трубах капельки воды? Холодная вода, на них конденсируется газ. Так и здесь. И вот эта вода придает вот такой белесый цвет вот этому хоботу. Более того, если бы, я покажу эти снимки. Здесь хобот был бы гораздо толще. А некоторые люди попадали в этот хобот. Представляете? 100 метров толщина у земли вот этого хобота. И хобот берет и проходит, а они сидят там в погребе. Крыску сорвала погреба. Все, и они смотрят, что там. И они видят белесый цвет этого хобота, по которому стекают шаровые молнии. Я почти дословно описал вот эту картинку из интернета. Поэтому вот такой цвет. Ну, вот я считаю, вот это в Японии в этом году. Когда? В сентябре месяце. Мне больше всех нравится вот этот график. Смотрите. Вот как выглядит. Обратите внимание на саму структуру. Все это закручивается с бешеной скоростью. Скорость движения внутри хобота 100-300 метров в секунду. Когда работает двигатель, у самолета с какой скоростью выталкивается газ? Истребитель, например. Ну, 200 метров в секунду. Рев такой. Слышит. Двигатель. Вы видите, структура неоднозначна. Какие-то вихри вот здесь наблюдаются. Точно так же, как в самом футляре. То, что окружает хобот, называется футляр. Вот видите, отдельные вот такие образования. Мы еще вернемся к ним. Увидим. То есть, жидкость, атмосфера закручивается. Все это крутится. Торнадо перемещается по пространству. А вот каждая ячейка еще крутится самостоятельно. Поэтому там встречаются такие бешеные скорости, что попав куда-то, они разрушают все. Курица попадет, половину курицы ощипает, а половину, как правильно ощипает, попал во щипу. Ну, в смысле, что во щипу. Кур попал во щипу. Так, ладно. Ну, эту картинку я показывал. Она потрясает. Это деревянный стул. С большой скоростью. В бетонной стенке. Вот что получается. Сразу складывается впечатление, что это виноват злой Максвелл. Максвелл. Демон Максвелла. Изучали? Изучали. В чем суть? Что он как-то приноровился открывать заслонку и выпускать в одну сторону очень горячие молекулы с большой скоростью. А какая скорость? Байбаков им читал. Это примерно 500 метров в секунду. Вот эти молекулы в одном направлении летят. А в другом они не летят. То есть там надо как бы сидеть. Ну, это картинка. Конечно, нельзя такие картинки показывать, но она была выложена в интернете. Представляете, какая селища. О, это скучно. Это скучно. Это опять уравнение. Причем вы уже запомнили, что это система двух уравнений. Еще раз. Где положительная обратная связь? Там. Можете говорить? Второй. А вроде здесь ошибка. Нет, а просто это нормально. Перед Q плюс? Я все время находил ошибки, потому что одно переписывают, когда другое. А, здесь плюс должно быть. Сверху. Вот. У меня тут QV. Вот это, QV. Там плюс? Да. А, мне отсюда кажется минус. Нет. Итак, вы можете показать положительную обратную связь? Да. Это развивает. А отрицательная обратная связь? Я на вас какое влияние оказываю? Отрицательное? Целая. Целая. Бью палукам и говорю, чего это? Не знаешь. Или нет? Я наоборот поддерживаю. Вот, давайте. Положительная обратная связь. Теперь. Я вспоминаю академика Струминского, с которым я был знаком. Он считал крыло МИГ-25. Это газодинамика. Чтобы сосчитать, использовать математику, она вся локальная, согласитесь. Все уравнения действуют в точке. Уравнения теплопроводности. Вот. И любые уравнения в физике, как правило, они локальны. А как сосчитать для крыла? Нужно перейти в комплексные переменные. Например, мы вводим координаты x, y и считаем обтекание этого крыла. И если мы начнем его считать, то мы приводим его к уравнению Курамото-Цузуки. Видите скорость Vx, Vx. За этими двумя уравнениями грамотный математик видит уравнение Курамото-Цузуки. Здесь снова c1, c2, которые определяют устойчивость торнадо. Вот смотрите, чем отличается вот это условие устойчивости от молнии. Там стоял знак минус. Было такое? Вспоминаете? Был минус. А здесь больше нуля. То есть торнадо, мы предполагаем, устойчиво. Ну, кого интересует торнадо? Возникл вихрь. Мы играли в футбол. Возник вихрь. Есть такой фильм в интернете. Крутится, крутится и погас. А второй поднял мячик и понес. Все. Мячика нет. То есть мы предполагаем условия устойчивости. А что значит предполагаем условия устойчивости? Мы заранее закладываем. Или мы оттуда что-то извлекаем? Я понял. Если будут мощные вычислительные машины, то мы можем решать различные задачи. Но если обычный компьютер считает одну точку часами, то сколько надо часов, чтобы сосчитать крыло самолетов? Да и у нас нет такой техники. Откуда в университете? Крыло самолетов. Высшее образование на уровне гибели, вы знаете об этом, так же как наука. Хорошо еще, когда преподаватели не совсем сдались. И студенты тоже. Есть еще интерес к науке и к жизни. Итак, параметрами задачи. Вязкость одна, две вязкости. Дальше. Область пространственная. Вот выбрано 500 точек. Некоторая характерная скорость ВС. Как образована приведенная скорость? Все уравнения чем хороши? Они рассматривают в приведенном виде. То есть не просто скорость метра в секунду. А одна скорость, деленная ВС. Что такое ВС? Масштаб скорости. Например, я стою рядом. Так, девушки, я вас сейчас рассмотрю. Я стою на краю тормадо. Я, может, стою, бегу, не знаю, подумал, буду я, не буду я стоять. И вам не советую. Так вот, скорость большая, 20 метров в секунду. То есть это ВС мы выбираем масштаб скорости. И если мы получили расчеты в 10 раз выше вот этой ВС. Это значит сколько? Если там 20 метров в секунду, то получается 200 метров в секунду. Начальные условия. Видите как? Задается раскруткой. М – это величина, характеризующая закрутку. В теории таких уравнений. Если М равно 0, то расходятся концентрические возможности. Если М равно плюс 1, то раскручивается спираль в одну сторону. Если М равно минус 1, то раскручивается спираль во вторую сторону. Если здесь М равно плюс 2 или минус 2, то получается двухрукавное образование. И так далее. Ну и граничные условия. Вот записаны граничные условия. Что это такое? Вот это начальное условие. Вот. Сами можете разобраться. Вот здесь. В начальном условии здесь. Ну, сложно это. Если бы вы работали с этой частью. Вот теперь смотрите. Если это сосчитать, то мы получаем вот такую пюру. Что это такое? Скорость. Видите? В делить на ВС. Какое здесь значение? Вот эти пики находятся на высоте примерно 6. То есть, если по краям 20 метров. 20 умножить на 6. 120 метров в секунду. Максимальная скорость. И это все крутится. Вот посмотрите, как векторное диаграммное поле позволяет получить устойчивую структуру. Устойчивую структуру. Хобот. Видите? Хобот. Хобот. Вот он. Хобот. Но учтите, что это не чертеж торнадо. Этот царь ведет себя в какой-то плоскости. Горизонтальная скорость. Чтобы понять это, надо немножко отвлечься. Не скорость по вертикали, а горизонтальную скорость. Границы воронки. Например, если мы взяли область торнадо 500 метров, то граница воронки будет 20 метров. Из численных расчетов следует. 500 метров полкилометра, а размер хобота сколько? 20 метров. Из них толщина стенки, давление вычисляется вот здесь. Вот непотенциальная. Вот этот график самый красивый. Посмотрите, вот торнадо. А вот это график давления. Выше торнадо давление, допустим, равно атмосферному. Видите вот это значение? А под куполом торнадо, там где крутится это все, 0,95. Ну не очень удачно, потому что в экспериментах достигает 0,6 от этого сферного. То есть, если нормальное давление сколько? 660? То 0,6 это сколько? Чуть ли не 500, а даже меньше. Метров. То есть, миллиметров тутного столба. То есть, плохо любой сердечник, любой больной, астматический больной, будет плохо себя чувствовать. Потому что не хватает кислорода. Вот и так крутится. Вот эта полоска, которую я вам показывал и говорил, обратите внимание. На границе торнадо давление выравнивается, становится равным атмосферным. Вот это все получило название бассейн торнадо. Бассейн торнадо. Вы можете меня спросить, почему не уравнение навигестокса используется, а задача с обострением. Похоже на уравнение, но не так. Вот когда идет автомобиль, то коэффициент сопротивления автомобиля пропорционален квадрату скорости при малых скоростях движения автомобиля. При совсем малых, он пропорционален просто скорости, режим течения стокса. Потом повышаем квадрат, а если очень большие скорости, то автомобиль, коэффициент сопротивления будет пропорционален кубу скорости. Кубу скорости. Так и здесь. Вот этот куб играет большую роль. Ну вот картинка здесь достаточно интересная. Вот тоже самое, это в пустыне где-то торнадо. Это полученные картинки расчетами. Видите, у земли на самом деле влажность мала. Структура не четко выражена. Выше структура выражена. Вихри. Здесь вихри. Здесь уменьшаются и в силу большой вязкости. Затухают эти колебания. Ну вот как выглядит эта картинка. Идет по штату. Я взял, когда готовился к занятиям, к этим. Взял карту штатов, где больше всего идут торнадо. И послойно решали мы задачу. Тысячу метров, две с половиной тысячи, три с половиной. Наиболее интересная структура это верхняя. Но на самом деле повторяю, что нужны очень хорошие компьютеры, чтобы это все сосчитать. Граница торнадо. Если мы правильно определили энтропию, то смотрите, что получается. Зона самоорганизации, L0. На границе, за границами торнадо. Что делается с энтропией? Она растет. А внутри торнадо. Что делается здесь? Она уменьшается. Значит, здесь независимый метод дает структурирование. То есть мы видим отдельные сложные структуры в торнадо. И вот нужна термодинамика. Потому что без термодинамики мы не поймем, что здесь происходит. Ну, это просто картинки. Расслабьтесь. Ну, это тоже. Идете по дороге, попался такой крутящийся торнадо. А здесь несутся бочки с бензином, с мазутом. Часто в американских фильмах. Видели когда фильмы про торнадо? Можете посмотреть их много. О, красивое. Видите? Тоже чувствуется влага, конденсация. Вот это каскад. Это футля у торнадо. А здесь происходит что-то невообразимое. Это я показывал. Вот видите, где выравнивается давление. Вот в этом слое. Вот здесь оно равно атмосферному. Здесь давление будет ниже, ниже, ниже. И вот совсем низкое здесь. И если человек попадает в эту область, то это как на гору забраться и думать, хватит ли кислорода или не хватит. Для нормального. Ну вот. Вот где выравнивается давление торнадо. Вот. Видите, это структура. Вот выравнивается давление. А здесь сложная структура. Страшная структура. Здесь идут вихри. При условии, что... А там Солнце выглядывает. Погибли нынче два исследователя. Отец и сын. Вот на таких лимузинах они ведут в область торнадо. Хотя, кто-то сказал, что это график нарисован. Но все равно. То есть, если возникает 47 торнадо, то может возникнуть и пара торнадо. Сколько минут осталось, привет? На. Пятнадцать. Сколько осталось? Пятнадцать. Пятнадцать. Начинать новый материал? Сейчас я посмотрю. Ну давайте, хотя бы ненадолго. Вот здесь, на этом этаже, вот в последней комнате. Двадцать лет назад было открыто явление возникновения диссипативных структур в тонких пленках, феррит, гранатах. Открытие это сделала Герта Семеновна Кандаурова. Герта Семеновна Кандаурова. Профессор. Нынче летом мы их похоронили. Светлые памятники. Большой исследователь. Вот. Что она делала? Феррит гранат. Это магнитное вещество. Чем ферриты? Что такое феромагнетики? Магнит. Общая намагниченность равна нуле. Но если я положу феромагнетик в постоянное внешнее поле, то у меня появляются домены намагниченностью вверх преимущественно и вниз. Происходит разделение всех доменов на два. А теперь, если я наложу на эту систему и это произошло здесь, переменное магнитное поле, мы видим, как начинают закручиваться вот такие домены. Посмотрите. Вот. Реальный домен. Возникла спираль и начинает раскручиваться. Доходит до границы, здесь разваливается. Это, если здесь вот эти спирали все. Например, ведущий центр. Что такое ведущий центр? Возникнув на дефекте, идет автоволновый процесс. Волна распространяется. Здесь сама организация разваливается на границе. То есть, внешних полей достаточно, чтобы поддержать. И мы здесь с вами видим развал таких границ. То есть, возникло и дальше распространяется. Вот как выглядит намагниченность. Вот это домен, на котором произошло. Это ведущий центр. Помните, М я говорил, М равно нулю, М равно минус один. М. Вот. Мы видим ведущий центр. Волны идут от центра и расходятся. Если М равно один или минус один закручивается вот так, вправо или влево. Вот это эксперимент. А вот теория. Сколько здесь уравнений? Давайте я вам буду говорить. Для какой величины? Намагниченность. Намагниченность. Вот это уравнение. Похоже на уравнение теплопроводности? С источником, с током при горении? Похоже. Коэффициент К это магнитопроводности. Это слайд 30. Квадратичный кубический член в кубе. А куда делся квадратный? Квадратичный член. Как вы думаете? Используя сверху, мы его убрали. Оказывается, лучше работать с канонической формой уравнений. Я уже говорил, что в западной литературе не объясняет даже, откуда возникает каноническая форма. Это дефекты нашего образования. Мы смотрим, мы ничего не понимаем. Мы говорим. Откуда делся квадратичный слога? Оказывается, его можно убрать. Ну и вот эта система двух уравнений. Смотрите. Стекло или кристалл. На него нанесены феррит гранаты. Очень тонкие. Микроны. Микроны. Доли микронов. И вот если включать поля, мы видим вот эти. Где положительная связь? Вот эта. Намагниченность, она порождает прирост скорости намагниченности. Отрицательная обратная связь нивелирует этот рост. Мы снова имеем вот систему двух нелинейных. Это линейное уравнение или не нелинейное? Нелинейное почему? Потому что здесь есть Q, здесь есть произведение X, Y и так далее. Это уравнение в частных производных? В частных. Потому что рассматривается по X, Y и проекции намагниченности в направлении X в направлении Y. А вот теория этого процесса. Видите, вот получили такую структуру. Что такое черное и белое? В поляризованном свете. Когда мы смотрим на эти кристаллы, то мы видим в поляризованном свете одни намагниченные черные по полю, а другие белые против поля. И вот они начинают взаимодействовать, раскручиваются и растет такая структура. Мы как раз строили термодинамику для этих структур. Но теорема Пригожина выполняется? Да, выполняется. Вот как это выглядит. Видите, эта структура ограниченная, а дальше она разваливается. Все, нет ее. S с точкой больше нуля. Он растет здесь энтропия, а вот здесь уменьшается. Ну и еще одна задача, в качестве последней. Или хватит? Да нет, ну давайте слайдер, чтобы Дима потом не переписывал. Три минуты, за три минуты расскажу. Известен график. Потребление, накопление для государства. Что такое накопление? Накапливает, активы появляются. Дай Бог вам каждому по-хорошему активу, чтобы был где. Вы могли потом купить дом, машину и поехать куда? Куда? На Гаити, например, поехать. Вот. Накопление. Потребление для государства. Вот эта величина. Но нужно исходить из принципа все ресурсы в государстве ограничены. Если мы находимся здесь, то мы можем увеличивать как потребление, так и накопление. Но если мы приближаемся к кривой безразличия, вот здесь, то вот эта часть соответствует большому потреблению, но малому накоплению. А вот эта часть соответствует чему? Потребление. Мало, накопление велико. Вы в каком государстве хотите жить? В потреблении. Где потребление мало? С большим потреблением, да? Ну, правильно. В середине самое нормальное. Так вот, если построить, и так, Б, национальное богатство. Что такое национальное богатство? Это число, оно делится на три типа. Это в денежном выражении, в природном, ну и другие всякие отношения там возникают. Так вот, БХ, БЮ, БЗ. Национальное богатство Х, БХ связано с накоплением, а БЮ связано с потреблением. Это все происходит на этой плоскости. Как развивается государство? Вот это кривое безразличие при росте экономическом государства что делает? Увеличивается в размерах, потребление увеличивается согласно, накопление увеличивается. Как эти структуры описать? Вот, в свое время я решал задачу. не работает. Да, просто надо не на рисунок нажимать. Хотел, что? Не на рисунок нажимать, а вот куда-нибудь другое место. Выше, выше. А, вот так? Да, да, да. Все, конец слайда больше нет. А, ну понятно. Ну что я хотел сказать. И вот эта структура тоже растет. Это рост государства, экономически, через потребление и накопление. Если государство скепидон, то как развивается процесс? Накопление, а потом чиновники воруют. А если оно хорошая власть, хорошая власть, то подкопили, увеличили потребление. Потребление увеличили, пока охают и ахают, увеличивает накопление. Итак, чередуя, то есть это называется векторная экономика. То есть смотрите, мы выбираем путь, по которому идти. То в сторону одной оси, то в сторону другой. То есть это векторная экономика. Она в то же время и тензорная экономика. Тензорная. И здесь несколько принципов математических. То есть это все приводится вот к таким уравнениям, которые вот как раз описывают режимы задач с обострением. Это все обострение. Что такое обострение в экономике? Япония, помню, 14% прирост валового продукта за год, когда японцы начинали 20 лет назад. А что у нас? Сколько сегодня процентов? А? Кто знает? Мало. То есть стесняются, не говорят, но мало. То есть роста нет на уровне одного процента. И то отрицательного. Вот что из себя представляет. То есть накоплений не будет, потреблений не будет, ничего не будет. И никто ничего не понимает. Итак, мы рассмотрели несколько задач, связанных с обострением. Эти задачи являются синергетическими задачами. Система двух уравнений приводит к самоорганизации, а самоорганизацию мы познаем на уровне термодинамических потенциалов, в частности по энтропии. Если мы это не докажем, то ни о какой самоорганизации речь не идет. Поэтому нужно понимание таких процессов. По сути дела мы с вами получаем теорию эволюции различного рода системы. Я еще посмотрю, к следующему занятию я еще найду материал, да у меня есть материалы по уравнению Максвелла и другие. То есть следующее наше занятие, я хотел 10 лекций вам прочитать, а потом вы должны подумать, какой автореферат взять, порыться в интернете, найти материал, что-то написать и порешать задачи, которые я вам буду давать, поставить участие. А вы тему сами дадите или сами выбираете? Из всего круга задач, которые можете сами выбрать. Торнадо, молнии. С учетом вот этого материала. Ну, чтобы правильно освещать. Вопросы есть еще? Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok